Пятый год подряд автомобилистам приходится ездить по месиву из песка и химреагентов. Речь идет об участке дороги Нарьинмар-Красная. А все потому, что несколько лет назад здесь были применены современные технологии, но неудачно. О том, когда ошибки дорожников будут исправлены в материале Александры Литковой. Грунтовая дорога Нарьинмар-Красная протяженностью 40 километров была построена в 1986 году. Это единственная в регионе автомобильная дорога 4-й категории между столицей региона и населенным пунктом. Капитальный ремонт дорожного полотна не проводился ни разу, если не считать 2016 год, когда на одном из участков решили провести эксперимент с химикатами. В 2016 году был заключен контракт у нас с ДРСУ на строительство этой дороги. Они взяли в субподряд организацию, которая предложила нам с помощью химии укрепить эту дорожную одежду. Получается так, работы выполнили ближе к зиме. Скорее всего, процесс стабилизации не прошел, как положено, и у нас получилась некачественная дорога. Еще три года назад общественники Народного фронта настаивали на том, чтобы прекратить ремонтные работы на проблемном участке дороги. На данный момент эта грунтовка занимает первое место в рейтинге убитых дорог Нинецкого округа. Вообще, Российский Народный фронт уже поступили сотни жалоб. Вопросы содержания дорог находятся на контроле Общероссийского Народного фронта. Мы периодически проводим рейды. Иногда рейды проводим с участием Государственной инспекции безопасности дорожного движения, по результатам которых выписываются предписания, проводятся работы по приведению дорог в нормативное состояние. В настоящее время ведутся работы по проектированию реконструкции дороги от поселка Красная до реки Петумбой. Предполагается, что проезжая часть будет отсыпана, приподнята, а также покрыта бетонными плитами. В этот участок грунтовки попадает и отрезок дороги, который обработан химией. Единственный выход для того, чтобы привести дорогу в нормальное состояние, это переделать тот участок, на котором использовали химию, в свое время против которой мы очень активно выступали, и заново положить дорожное покрытие. Для этого необходимы средства предусмотреть в окружном бюджете. В настоящее время у нас идет процесс формирования окружного бюджета. Мы, депутаты, которые представляют общероссийский народный фонд в окружном собрании, приложим все усилия для того, чтобы деньги были запланированы, и проконтролируем, чтобы ремонт был проведен качественно. А не как в предыдущий раз, когда говорили, что сейчас дорогу вам отремонтируем, строителям поселка Красная все будет хорошо, а по итогу этого не произошло, хотя деньги были освоены. На ремонте одного участка дороги тогда было освоено почти 50 миллионов рублей. В качестве субподрядчика для проведения работ по укреплению грунта была выбрана московская компания ООО КСК «Дорстрой». Неоднократно обращались к подрядчику, чтобы восстановили эту дорогу, но как у нас и не получилось с ним связаться. Сейчас готовим документы в суд на ДРСУ, ДРСУ дальше у нас у подрядчика своего, чтобы возместить наши затраты. В зимний период содержанием дороги будет заниматься компания «Строй-Универсал». С региональным подрядчиком заключен государственный контракт. А пока в нормативное состояние ее привели первые морозы. Когда снег сойдет, автомобилистов ждут очередные испытания.